Здравствуйте! Вы смотрите информационно-аналитическую программу телекомпании «Город». Время говорить итоги недели. Диапазон тем сегодня у нас самый широкий. От скандала с полицейским вторжением в ночной клуб до спасения малыша, найденного на Скопинском кладбище. От ареста имущества фабрики «Голубая Ока» до журналистского расследования о судьбе детской площадки двора на Восковольтной и так далее, и так далее. В общем, все события достойные печати, как звучит девиз одной из лучших газет мира «Нью-Йорк Таймс». Итак, смотрите сегодня. Позвольте вам выйти вон из Рязани выдворена большая группа нелегалов. Дом культуры, руки за голову, на днях разгорелся скандал вокруг полицейского рейда в известный ночной клуб. Кто сядет в кресло мэра? В Рязани объявлен конкурс кандидатов в градоначальники. Начнем со скандала недели. Это нежданное посещение полиции рязанского клуба ДК. Это случилось в воскресенье. Вечером во время панк-рок концерта люди в масках ворвались в клуб, поставили посетителей в позу 3-4, ноги шире и заявили, что идет операция по поиску наркотиков. В общем, кино, да и только. И работники клуба, и правоохранители дали свои объяснения по поводу случившегося, потому что речь зашла о неправомерных действиях силовиков. Сегодня полная версия репортажа, который снимался несколько дней по мере поступления информации о развитии событий. Вначале версия директора клуба Дом культуры Ивана Ватякова. Проходили разыскные мероприятия в клубе. Где-то через полчаса мне предъявили акт, что запрещенных веществ в клубе не обнаружено. После чего где-то полтора часа еще сотрудники ОМОН удержали всех людей в таком статичном положении, при этом периодически применяя физическую силу, били людей по ногам. Также я видел, что применяли дубинки резиновые. В свою очередь полицейские объявили, что в ходе рейда на одного из спецназовцев накинулся сзади агрессивный посетитель. Пришлось применять силу. Однако справедливости ради надо сказать, что в ДК в тот воскресный вечер собрались не фанаты, скажем, группы блестящие. Среди выступавших, например, была белорусская команда Мистер Икс. Известно, что группа активно поддерживает развитие так называемого антифах-хулиганизма на территории бывшего СССР. Также известно, что группа относит себя к политичному движению скинхеды против расовых предрассудков. Понятно, что силовиков такие концерты, мягко говоря, настораживают. Вот что сообщили по поводу инцидента рязанские полицейские. В тот день, то есть 6 октября, к нам от прохожих поступила информация, что в районе Дома установки общественного транспорта Дома художника, что располагается буквально в 150-200 метров от посещения данного клуба, было совершено нападение на прохожего молодого человека, который совершили три парня, назовем их так, стиль одежды, который свидетельствовал причастности к одной из неформальных молодежных организаций. Были проведены неотложные оперативно-розыскные мероприятия, в результате которого данная информация подтвердилась. И было принято решение не дожидаться, скажем так, возможных массовых конфликтных ситуаций, провести оперативно-профилактические мероприятия непосредственно в отношении участников, членов данных неформальных молодежных организаций, в тот момент находящихся по данному адресу. При осмотре и беседе, скажем так, с членами и с участниками данных неформальных молодежных организаций, которые в тот момент находились на территории клуба, многие из них вдавали находящиеся при себе ножи, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, газовые баллончики, с целью недопущения, скажем так, осложнения оперативной обстановки и возникновения возможных конфликтных ситуаций, массовых драк, в результате которых могли привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, данные молодые люди были приглашены для проведения профилактических беседок в отдел полиции номер один. Они все в отделе полиции находились в одном месте, то есть на территории актового зала, спокойно передвигались, кому нужно было, то есть их движение, их, скажем так, никто не ограничивал и спецсредства в отношении при проведении их мероприятий никто не использовал. Конечно, превышение полномочий со стороны полиции – вещь недопустимая, но в родном отечестве весьма распространенная. Во всяком случае, дело на контроле у начальства силовиков свою проверку проводит и следственное управление региона. На этой неделе из Рязани была выдворена очередная партия нелегалов, причем на сей раз их отыскалось гораздо больше, чем в ходе других рейдов. Но возможно, и даже скорее всего, дело в том, что полиции и миграционные службы стали работать интенсивнее после спуска особых указаний со столичных верхов. Только за сентябрь, по словам рязанских полицейских, они выдворили за пределы России почти 130 нелегальных мигрантов. Такая активная работа в этом направлении, как говорят стражи правопорядка, связана с ужесточением миграционного законодательства. Если раньше нелегалов больше штрафовали, чем депортировали, то отныне любого гастарбайтера без необходимых документов ждет одно – выдворение из России. Сейчас в Рязани существует лишь два пункта временного содержания нелегальных мигрантов. И порой для задержанных иностранных граждан не хватает места. Что и говорить, проблема явно вышла из-под контроля российского правительства. Потому миграционное законодательство постоянно меняется в сторону ужесточения. Так, в первом квартале 2014 года вступит в силу законопроект, меняющий правила разрешения на временное проживание. Документ будет выдаваться только в том случае, если трудовой мигрант предоставит ФМС договор о своем трудоустройстве. При этом вакансия может быть предоставлена иностранцу только в том случае, если она не занимается российским гражданином в течение двух месяцев. Также в Госдуме сейчас обсуждаются законопроекты, ужесточающие санкции в отношении и работодателей, использующих труд нелегальных мигрантов. Да и в нашем городе жителям нередко приходится самим вести расследование, добиваться справедливости. Целый детектив сняли наши авторы всего на одной Рязанской улице – Восковольтной. Напомню, здесь после ремонта теплотрассы работниками горводоканала осталась куча грязи, зато пропала детская горка. После нескольких наших сюжетов коммунальные правители водной стихии мусор убрали, площадку разровняли, а вот горочки и лесенки след простыл. Журналистское расследование Глеба Галушкина продолжает программу. Автору удалось отыскать свидетелей таинственного исчезновения малышевского инвентаря. Эта история началась больше месяца назад, когда ремонтная бригада коммунальщиков перед тем, как устранить протечку трубы во дворе жилых домов по улице Высоковольтной, демонтировала детский инвентарь с детской же площадки. Тогда жители говорили, что горка и лесенка стояли аккурат прямо над давшей течь трубой и, наверное, тем самым помешал рабочим. Поздно вечером мы увидели, что на детской площадке стоят техника, стоят какие-то бульдозеры, там какая-то вот техника. Ну и, естественно, последствия работы этой техники мы увидели, когда наступило утро. Потому что вот наша чудесная площадка, которая, в общем-то, всегда была любимым местом времяпровождения детей, превратилась просто в какое-то неприглядное зрелище. Жители окрестных домов пробовали выяснить, куда подевался детский инвентарь. К ним подключилась и наша съемочная группа. Однако в управляющей компании Техрембэтсервис, в чьем видении как раз и находятся многоэтажки, разговаривать с людьми отказались. В глазах ответственного работника здесь мы увидели, как в поговорке, ноль внимания, фунт презрения. Да, здесь не до народных проблем. Тогда жильцы, вспоминая героев многочисленных кинодетективов, стали опрашивать своих соседей. И нашли нескольких свидетелей. Виктор Иванович рассказывает, что в день исчезновения детского инвентаря в его квартире отключили воду. Тогда он вышел на улицу и увидел фонтан, хлеставший прямо на детской площадке. Виктор Иванович стал ждать появления ремонтной бригады, чтобы спросить, когда же устранят протечку. Приехали на стенды машинок, какая спецмашина, и они уже режут, значит, резаком эти две горки детские. Они находились рядом, прям буквально рядом с этим колодцем. Потому что, поведем, наверное, чтобы ликвидировать эту аварию, соответственно, надо снять эти горки детские две. И потом к вечеру уже стало темнеть, приехала с водоканала, или откуда бульдозер, точнее, экскаватор, стал копать. По-видимому, он им мешал, эти горки мешали, поэтому копать там нельзя было, так как их не убрать. Но я думаю, что это было задание водоканала, раз вызвали они, мешало им ликвидировать эту аварию, я так думаю, так как соображаю. Надо сказать, что после нескольких телесюжетов рабочие водоканала все-таки приехали на улицу Высоковольтную и разровняли оставленную после себя кучу размокшей грязи на детской площадке. Кстати, в этом году Рязанскому водоканалу исполняется 100 лет. На последнем заседании Городской думы депутаты наградили коллектив за добросовестный труд. Теперь жители надеются, что работники водоканала оправдают эту высокую награду и вернут все-таки горку и лесенку обратно на их детскую площадку. А не то детектив будет продолжен заявлением в полицию. На этой неделе стало известно, что Рязанская фабрика «Голубая АК» лишилась своей продукции, которую беспощадно вывезли судебные приставы основания, долги за тепло и по платежам в пенсионный фонд. Ну, это не слухи. Фабрика «Голубая АК» является должником по исполнительному производству. Общая сумма долга превышает 3 миллиона. Они должны в пользу коммунальной платежи, скажем так, и пенсионный фонд. Для того, чтобы погасить эту задолженность, было обращено взыскание на имущество должника. Была полностью отработана первая очередь, то есть арестовывались денежные средства, транспортные, арестовывалась касса, и вот на сегодняшний день мы уже дошли до готовой продукции, в связи с чем была арестована готовая продукция, то есть детская одежда, которая в настоящий момент находится на оценке. И после того, как должник, если все-таки не погасит долг, будет это имущество изъято и передано на реализацию с целью погашения долгов. А ведь это самая АК когда-то заслуженное предприятие ведет отсчет с 30-х годов, когда в Рязани появилась первая швейная мастерская. Пошло развитие. В 75-м появилось целое швейное объединение, в которое вошли 6 фабрик, расположенных в разных районах области. Поставили западное оборудование, шили качественную продукцию, получали дипломы. Теперь вот вывозят все. Как говорится, довели до точки. Итак, на фабрике приставы описали куртки, брюки, комбинезоны. Их, странно, что все это не обеспечивает предприятию прибыли. Или проблемы здесь совсем не в экономической деятельности. Потому что после введения в школах страны единые формы для учеников, заказы на швейные предприятия должны пойти просто гигантские, дети растут, каждый год новые формы, область большая, школ пока еще немало. А между тем, как недавно выяснили наши авторы, рязанские предприниматели ищут и находят поставщиков школьной формы далеко-далеко от Рязани. Возят вещи из киргизского Бишкека. Вот до чего дошло. Это тысячи километров. А своя швейная фабрика, вот она, в нескольких кварталах. Такой вот бизнес по-русски получается. Поневоле вспоминаются времена советской плановой экономики, когда такие вот факты даже в страшном сне не могли привидеться. Ну и еще у нас рязанский бройлер обанкротился, который, казалось бы, уж должен процветать со своей-то продукцией. Так и хочется сказать, мутные это все какие-то дела, в которых надо соответствующим органам как следует разобраться. Собственники с собственниками, а губить предприятие-то нельзя, равно как и людей оставлять без работы. К другим темам. На днях жуткое известие пришло из Скопина. На местном кладбище среди могилок жительницы нашли новорожденного малыша. Женщины вызвали полицию и скорую. Грудничка срочно отвезли в больницу. Полицейские выяснили, ребенка попросту вышвырнули на кладбище, как ненужный хлам. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Скопинской полиции установили, что матерью ребенка является 21-летней жительницей Рязанской области. Около недели назад женщина уехала на заработки так называемых легких денег, и ребенка оставила своему 21-летнему знакомому. Молодой человек, видимо, устав быть нянькой, решил избавиться от ребенка. Он оставил его на кладбище, после чего уехал с территории района. Уже сейчас известно, что он находится в Москве. За ним выехали сотрудники полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности. Также решается вопрос о лишении матери родительских прав. Последнее известие таковы. Злоумышленник был задержан рязанскими полицейскими в московских краях и доставлен в Скопин. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал стражам порядка, что отнес малыша на кладбище еще в минувшее воскресенье 6 октября. То есть ребенок, проведя на улице более суток, лишь чудом остался жив. Изверг взят под стражу, с мамашей будут разбираться. Благо, есть и прямо противоположный пример семейных отношений. Сегодня в программе очередной репортаж из цикла о семьях хороших. Это совместный проект нашей телекомпании и областного министерства социальной защиты населения. Он выходит при поддержке регионального правительства. Вот так в полном составе семья Матьковых отдыхает нечасто. Сегодня маленький перерыв между занятиями, репетициями и выступлениями. Творческие люди понимать надо. Мам, помоги! Дадим! Елена и Сергей – родители этих азарных ребят, оба музыканты. Мама работает в детской музыкальной школе номер один, преподает общее фортепиано и ведет теоретические дисциплины. Папа – артист творческого коллектива «Отрада», работает в ДК «Приокский». Сыновья поют в детском песенно-инструментальном ансамбле «Венис». Я считаю, что просто дети даются свыше. Ну вот, нам, наверное, так повезло. Старший сын Никита сейчас в пятом классе. Больше половины из своих 11 лет он выступает на сцене. Средний Данила и вовсе в два года получил свой первый музыкальный инструмент и бесстрашно вышел к искушенной публике. Первый концертный выход был – это трио вместе с папой, папа играл у нас на аккордеоне. Старший пел, а младший двухлетний играл на ложках. В этом году у Данилы еще один дебют. Он пошел в первый класс и пока приносит одни пятерки. Единственное, с чем возникают разногласия – это выбор музыкального инструмента. Мама советует обратить внимание на духовые, а он сам пока отстаивает гитару. «Будем обязательно прислушиваться к мнениям своих детей, потому что выбрать дело в жизни – это очень много значит. Любить свое дело, быть полезным. Не только своей семье, но и обществу». Никита с гордостью показывает награды за первенство по тэквондо. Долго бился, делится он впечатлениями. Но с таким спортом пришлось расстаться. Теперь планирует записаться на современные танцы. «Ну, это все моя гордость». Маленькая Настя пока копирует увлечения других, но и в ней уже проснулось творческое начало. «Тоже на репетициях ее задействует, она уже там кое-какие там песенки подпевает». «Поете вместе?» «Да». «А что поете?» «Луком и костюм на песок». Семья с тремя детьми – это норма, считает глава семейства. Чтобы не забывать традиции прабабушек, которые прекрасно справлялись с воспитанием десятерых малышей. Понимание, строгость и любовь в правильном количестве поможет им стать хорошим продолжением. «Может быть потому, что я люблю своих детей, я хочу, чтобы они были лучше». «Для меня семья – это смысл моей жизни, а смысл жизни – в любви». «Семья – это когда все вместе». «У вас настоящая семья». К такому и добавить нечего, разве что пожелать творческих успехов и совершения еще одной маленькой семейной мечты. Между учебой, работой и выступлениями найти время для отдыха, чтобы сразу всем вместе. Вы смотрите информационно-аналитическую программу телекомпании «Город». Время говорить. Итоги недели. Коротко о главных темах второй части проекта. Кто сядет в кресло мэра? В Рязани объявлен конкурс кандидатов в городначальники. Падение велосипедистов и деревьев. В программе «Дайджест рязанских нелепиц», которые иногда приводят к трагедии. Продолжаем программу. В этот четверг Рязанская городская дума нового созыва провела свое второе в истории заседание. Главный вопрос в повестке дня – порядок и сроки конкурсного назначения сити-менеджера, а по-другому – главы администрации Рязани. Должность высокая, возможности у начальника исполнительной власти столицы области еще выше. Поэтому на кресло мэра всегда претендентов хватало. Но не каждому было дано в него присесть. А у тех, у кого получилось, не всегда выходило досидеть до окончания срока правления. Нервная эта должность, что и говорить. Да и работать надо много, а не только прибавлять и умножать собственное благополучие. Коротко о том, как проходило в Рязани заседание городского парламента. На втором заседании Рязанской городской думы главным вопросом повестки стал конкурс на замещение должности главы администрации Рязани. Парламентарии назначили его проведение на 19 ноября и утвердили состав конкурсной комиссии. В нее вошли 10 депутатов. Теперь в течение практически целого месяца все желающие горожане могут подавать заявки на пост мэра города. Комиссия будет работать ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Согласно нормам, все кандидаты на должность мэра Рязани должны будут в обязательном порядке предоставить в конкурсную комиссию сведения о доходах и имуществе. Причем не только свои, но и членов своей семьи. Сейчас обязанности мэра исполнять Виталий Артеомов, который градоначальствовал и ранее. Вряд ли надо прилагать особые аналитические усилия, чтобы сделать вывод. Артеомов самый вероятный претендент на новый срок пребывания в обжитом им кабинете власти. Действительно, работу исполнял, в политику, как любили прежние главы, не углублялся, с думой не конфликтовал. Были нервные эпизоды в бытность председателя Рязанского парламента Федора Паваторова, но, скорее тому, виной стал их непоседливый характер и некая склонность к интригам самого Федора Ивановича, который временами неуловимо напоминал такого деятеля, как Березовский. Однако, свалить Артеомова не получилось. Более того, после губернаторского разноса Паваторов сложил полномочия сам и ретировался в Касимов, в котором владычествует и до сей поры. Так что конкурс конкурсом, но, как сказал бы Марк Твен, когда будет забег, ставьте на фаворита. А им сейчас, несомненно, надо признать Виталия Ивановича. Впрочем, генеральному директору Рязани всегда есть чем заняться, особенно в начале отопительного сезона. На этой неделе строгую задачу поставил рязанский властям губернатор. Тепло должно быть стопроцентно. Во всех домах города не позже выходных. Человек, который сталкивается с тем, что его в квартире температура ниже 18 градусов, а в угловых комнатах ниже 20, он испытывает дискомфорт. То есть, понятно, что санитарные и технические нормы проживания в этой ситуации нарушены. Он должен написать заявление либо о перерасчёте, либо о снижении стоимости. Но я в том числе предлагаю требовать в том числе компенсации за причинённый моральный вред. Потому что кроме вас могут болеть и ваши дети, и ваши старики, которые живут в дискомфортных условиях, за которые платят немалые деньги. И если вы это требование на бумаге не предъявите, никто ничего делать не будет. Далее в программе дайджест рязанских событий, которые были заметны, но говорить о них подробнее либо уже не стоит, либо ещё рано. Обзор от Оксаны Тебенихиной продолжает нашу программу. Эта неделя особенно удивила горожан странной беспечностью у городских дорожных служб. А началось всё с того, что рязанец Николай Орешин, решивший на своём велосипеде прокатиться по пешеходной дорожке северного обхода, наткнулся на натянутые поперёк неё тросы. Итог – сломанные очки, разбитый плеер и куча болячек, которые ещё долго будут напоминать Николаю о его не самой удачной идее. Понятно, что велодорожка ещё не открыта, но флажки безопасности надо ставить в любом случае, не так ли? Но Коле Орешину ещё повезло. На этой неделе в Котлован, в районе строительства эстакады на Лесопарковой, упала пожилая женщина. Следствие ведёт проверку, а народ утверждает, Котлован был не ограждён. Предупреждающих знаков тоже не было. Дальше больше. Ближе к зиме в Рязани по традиции ковыряют асфальт и разрывают все возможные системы. Одной из жертв аварийно-коммунального синдрома стала многострадальная улица Грибоедова. Объездом, соответственно, служила затинка. А там, как говорится, ждала другая фишка. Опасно склонившаяся над дорогой берёзка нашла свою цель. Она упала прямо на фуру. Вот так, просто. Где-то деревья падают, а где-то их даже сажают. В Дашках, возле памятника Скобелеву, ведётся активная работа по озеленению местности. Начинаются посадки осенние, озеленительный период, и вплоть до 31 октября, в случае, если погода не внесёт свои коррективы. Но в то же время мы планируем до 31 октября посадить 1200 деревьев на различных городских территориях. Но что уж совсем удивительно, так это то, что в тех же Дашках начали чистить пруды. И это правда. Пригнали специальную технику и действительно стали приводить пруды в порядок. Так что, как говорится, властям от Дашковцев зачёт. Это плавающие экскаваторы. Основное, что они будут делать и уже делают, это формирование берега. Обратили внимание, что идёт выравнивание берега, а также формирование его откосов небольших на высоту 40 сантиметров. А эти кадры мы сняли в пятницу. Любимый аттракцион рязанских дорожников – закидывание асфальта в лужи. На трассе по Солочинскому шоссе вовсю кипит работа по укладке, хотя погода, мягко говоря, не располагает к такому занятию. Почему? Видимо, просто другого времени, чтобы заняться этим делом, нет. Или недельную норму надо освоить, а то премии не дадут. Чудны дела ваши, рязанские дорожники. Так что всего в нашем городе понемногу. Хорошего, плохого, неожиданного. Вот так и живём. Зато нам скучно не бывает. На этой неделе в Рязани готовились к главному событию недели следующей. В ближайший вторник огонь с Сочинской Олимпиадой пронесут по рязанским улицам. 130 наших факелоносцев готовятся к этому событию с особым волнением. Дело понятно ответственное, торжественное. 15 октября 2013 года на территории Рязанской области состоится проведение этапа эстафеты Олимпийского огня предстоящих Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. Указанное мероприятие имеет огромное культурное и историческое значение и вызывает повышенный интерес у жителей региона. В избежание причинения вреда здоровью и имуществу граждан, нарушения общественного порядка, необходимо соблюдать следующие правила поведения. Проявляйте бдительность. Для предотвращения правонарушения обращайте внимание на людей, чьи поведение или внешний вид заметно отличаются от окружающих. Сообщите полученную информацию сотрудникам полиции. В случае обнаружения бесхозных подозрительных предметов не перекасайтесь к ним. Не создавая паники, уточните у окружающих, не принадлежат ли они им. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите об этом в полицию, ФСБ или МЧС. После чего, не теряя предметы из вида, примите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше и отдадите сами. Дождитесь прибытия сотрудников оперативных служб, точно и четко сообщите имеющуюся информацию. Не скапливайтесь у стеклянных витрин, турникетов и иных непрочных конструкций. Проявляйте уважение к другим гражданам, обслуживающему персоналу и должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности. Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей. Контактные телефоны оперативных служб вы можете видеть на своих экранах. На сегодня все. Хорошего всем отдыха, а также настроения и погоды. Потому что, как неправильно считают некоторые, хороший отдых сегодня означает плохое самочувствие на завтра. Это, как говорили раньше, не те радости, которые нужны нашему народу. И ведь есть в этом правда. Задумайтесь об этом и будьте здоровы. До встречи в эфире программы «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин